Когда идет в дождь, уже появляется прослойка, затем, когда это все замерзает, зимой расширяется. А весной асфальт сходит вместе с первым снегом. Егор Фролов руководит Красноярским отделением Федерации автовладельцев уже 10 лет. За это время сменилось много ГОСТов и правил, но никогда асфальт в дождь класть было нельзя. Это закон физики. Поверхность, на которую должен уложен быть асфальт, сначала проливаются воды битумно-эмульсионной смесью, то есть, грубо говоря, битумом, затем производится укладка. Но на очищенную, подготовленную, сухую поверхность никаких, ни капелек дождя, ни маленьких лужек там не должно быть. Но дождь перестает лить лишь ненадолго. А видеоукладки дорожного полотна в дождь все появляются. Власти только и твердят, что нарушения признают и по приемке работ решат, переделывать участок или нет. К тому же сами признаются, неделя дождя никак не повлияла на график. Графики работ у нас идут в срок, потому что у нас есть график срока окончания работ по контракту. И также есть реальный срок, когда подрядчик все делает. Подрядчики работают на опережение. Соответственно, у них еще есть время, чтобы закончить все работы вовремя. Оптимистичные прогнозы мы можем слышать только из уст чиновников. Общественные контролеры продолжают находить недостатки и пытаются делать замечания. Однако к концу ремонтного сезона их уже никто не слышит. На протяжении всего процесса ремонта у нас куратор бездействует, и представители УДИП на него повлиять никак не могут. Уже несколько раз я обращался и к пресс-службе департамента горхозяйства, к Светлане Тружковой, и к Софье Никитиной, это представители УДИП. Но, к сожалению, никакого решения конфликта нет. В УДИП нам сегодня пояснили, что и куратор группы, и работник департамента горхозяйства находились в отпуске. Замечания им придется просматривать и передавать уже по приезду, когда с итоговой проверкой пойдут заказчики. Илья Филонов, Михаил Зинкевич, Владимир Антонов. Новости ТВК.